Продолжение следует... Сегодня мы начнем разбираться с виртуальными традиционными поправками и связанными с ними перенормировками. В общем, это довольно-таки тема не совсем простая для восприятия, так что давайте слушайте внимательно. Так, ну мы уже говорили, что вот есть приближение... Первое неисчезающее приближение для амплитуд процессов называется болтовским приближением. А следующее приближение, следующие порядки радиовознущений называются радиационными поправками. Радиационные поправки бывают за счет исключения реальных потонов, и за счет виртуальных процессов, то есть за счет диаграмм, в которых надо проводить интегрирование по внутренним линиям. По импульсам внутренних линий. Внутренние линии могут быть как фермионные, так или фатонные. Вот, по импульсам внутренних линий надо проводить интегрирование. И здесь встречается такое неприятное обстоятельство. Насходятся интегралы. Ну, мы уже говорили о расходенностях. О расходенностях в области малых импульсов, да, для фотонов. Когда мы говорили о излучении реальных фотонов, мы говорили, что вот амплитуда процесса с излучением, она может быть представлена как произведение амплитуды без излучения на вероятность излучения. Не на вероятность, а на амплитуду излучения. А если говорить о сечении, то там появляется вероятность излучения. Начинаем интегрировать от вероятности излучения по частоте фотона. Интеграл расходится в области малых импульсов. Это инфракрасное расходительство. И мы обсуждали, что смысл от этого исходил. На самом деле нельзя говорить о том, что вот мы нельзя вычислять сечение процессов без излучения фотонов. В каждом процессе, нежели заряженная частица ускоряется, обязательно излучаются фотоны и более того, бесконечное число фотонов. Поэтому правильная постановка вопроса – это вычисление сечений не эксклюзивных сечений, то есть не вычисление сечений с заданным числом конечных частиц, а вычисление инклюзивных сечений, то есть таких сечений, в которых включено излучение фотонов, любого числа фотонов. Только такие сечения и наблюдаются на эксперименте и только такие сечения. Ну почему такие сечения и наблюдаются на эксперименте? Потому что детектор, есть чувствительность определенная у детектора и мягкие фотоны. Фотоны с очень малыми частотами, они просто не детектируются. Поэтому, когда мы говорим о спериментальном наблюдаемом свечении, оно обязательно включает излучение любого числа мягких фотонов. Ну это вот мягкая такая расходимость, связанная с малыми импульсами. Ну в общем, как-то я считаю, что мы разобрались со смыслом этой расходимостью, как она исчезает в инклюзивном сечении. Она исчезает, потому что у нас есть, кроме излучения реальных фотонов, есть еще виртуальные поправки, которые тоже расскорятся в области малых частот. И вот в сумме сокращаются поправки за счет излучения реальных фотонов и виртуальных. Но это вот о инфракрасных расходимости. Расходимость исчезает в том мире. Правильно поставленные задачи расходимости исчезают. Исчезают за счет того, что виртуальные поправки сокращаются с реальными. Расходимость в этих поправках сокращается. А теперь есть еще раз наряду с расходимостями в области малых частот потомов. Есть расходимости в области больших импульсов. И смысл этих расходимостей совершенно другой. Смысл этих расходимостей. Смысл этих расходимостей и процедура обращения с этими расходимостями. Процедура, все-таки мы должны получить конечный ответ. И вот процедура получения этого конечного ответа, она совершенно другая, чем в инфракрасе. Никакого сокращения расходимостей ультрафиолетовых в области больших импульсов. Никакого сокращения нет. Но, оказывается, можно спрятать эти расходимости. Под ковер замести, да? Каким образом спрятать? Здесь важно понять, отознать, что... Вот мы пишем Лагранжан, квантовый электродинамик. Написали Лагранжан. Там входит какая-то масса. Да? Какой-то заряд входит. Но это не есть физическая масса. У фотона масса рулю равна. Масса электрона входит и заряд электрона. Но это не есть физически наблюдаемая масса изоляции. Вы понимаете, с квантомеханикой вы знаете, что если у нас есть взаимодействие, то уровни энергии меняются, да? Уровни энергии меняются за счет взаимодействия. Ну и поэтому... А мы что сделали? Мы сначала рассматриваем невзаимодействующий электрон. Потом включаем взаимодействие. Но ясно, что масса не взаимодействующего электрона. Масса электронов, которые взаимодействуют с фотонами, они разные. Наблюдается, конечно, масса только... Мы можем наблюдать, конечно, только массу взаимодействующего электрона. Мы не можем выключить взаимодействие физически. Мы можем там как-то, там, теоретически написать, ну я не знаю как там написать, выключить взаимодействие, написать там, хотя это сложно с такой технической точки зрения. Написать там какую-то... какую-то регуляризацию, так, чтобы взаимодействие исчезало на минус бесконечности по времени и на плюс бесконечности по времени. Но это только теоретически, а практически не может быть взаимодействующим. Поэтому наблюдается, конечно, масса физического электрона, которая вовсе не равна массе электрона, так, полуэлектрона, не взаимодействующего электрона. То есть масса, которая стоит в уровне, надо понимать, она не физическая величина, не физическая, не наблюдается. И даже, ежели бы у нас не было расходимости, и заряд тоже, заряд это какой-то параметр, который стоит в уровне, мы не знаем, как он связан с наблюдаемыми величинами. И даже, ежели бы у нас не было бы расходимости, все равно удобно было бы перейти от этих, тех величин, так называемых, голых, голой массы заряда, которые стоят в уровне, было бы удобно перейти... Ну, ясно, что удобнее выражать наблюдаемое через наблюдаемое. Было бы удобно перейти к физической массе и к физическому заряду, правда, надо их как-то было бы определить еще, но мы будем этим заниматься. Можно по-разному определять, естественно, заряд и массу физическую. Мы это будем обсуждать. Ну, вот, надо понять, что, значит, первое, то, что стоит в уровне, это величины не физические, значит, масса и заряд. Надо как-то перейти к физической массе и через них выражать все сечения наши, сечения процессов, амплитуды процессов, вероятности и так далее, через них выражать. Вот, это одно. Одна вещь. Вторая. Вот, оказывается, если мы будем выражать физические, через физические величины, определенным образом, ну, каким-то образом определенные, во-первых, это можно сделать по-разному, но ежели выражать наблюдаемое через наблюдаемое, то все расходимости исчезнут. Расходимости исчезнут. То есть все расходимости удается спрятать в связь между голыми массой зарядом и физическими массами, физической массой и физическим зарядом. Все расходимости можно спрятать в эти связи. Ну, вообще говоря, и для всякой теории это можно сделать. Теории, в которых все расходимости можно устранить, устранить, у чем переопределить перехода от голых величин к физическим, такие теории называются перенормированные. Плантовая электринамика это пример, ну, наиболее известный пример перенормированной теории. Вообще-то говоря, перенормирование плантовой электринамики, конечно, она требовала доказательства, и это вещь. Не тривиальное дело. Не тривиальное дело. Недаром за доказательство перенормированности в свое время Швингеру и Фельмену дали Нобелевскую премию. А не так давно ТОП-ТУВЕРТМАНУ дали Нобелевскую премию за доказательство перенормированности не обеих великолепных теорий, таких, как введена электрослабая теория, теория Ванни-Тута и Салама, и квартовая хромодинамика. То есть, эта вещь не совсем без ядер. Ну, вот мы должны разобраться, как же это. Как-то производится перенормировка, переход от голых величин физических. И понять, почему этот переход позволяет спрятать все расходимости, убрать все расходимости. Вот. Должны с этим разобраться. Но, с другой стороны, вы должны понимать, что, ежели в теории, в какой-то теории, не удается это сделать, то эта теория бессмысленна. Она бессмысленна с той точки зрения, что вы понимаете, что вот у нас расходимости есть на больших импульсах. На больших импульсах. Но, то, что творится на больших импульсах, мы не знаем, на импульсах стремящихся к дисконечности. Не знаем мы. И никогда не узнаем. Никогда мы не пос... Вы понимаете, что... Как мы узнаем, что творится на больших импульсах? Создаем установки, на которых все больше и больше энергии. Но ведь бесконечно есть же предел наших возможностей. Да? И когда мы... Бесконечность это такое... Такая вещь недостижимая. Понимаете? Это предел. Недостижимая вещь. А вот в нашей теории, значит, интегралы, которые мы должны вычислять, они простираются до бесконечности. Но, естественно, мы, еще раз говорю, не знаем и никогда не узнаем, правильная ли наша теория там на бесконечных импульсах. Поэтому все, что там идет от этих бесконечных, от импульсов стремящихся к бесконечности, оно должно входить только через какие-то параметры, которые как-то должны быть определены. И вот это и означает, что теория должна быть перенормирована. Ну, это такие общие слова. А теперь перейдем к неким определениям. Что нам понадобится? Нам понадобится понятие... Понятие одночастично неприводимых диаграмм. Что такое одночастично неприводимые диаграммы? Это такие диаграммы, которые нельзя разрезать на две части разрезанием только одной линии. Разделить на две части разрезанием только одной линии. Ну, например, вот такая диаграмма является одночастично неприводимой. Такая диаграмма является уже одночастично приводимой, потому что у него вот так можно разрезать. И это одночастично... Вот примеры одночастично приводимых и одночастично неприводимых диаграмм. Понятно, что когда мы будем рассматривать расходимости, мы должны... Сейчас мы начнем рассматривать, какие же у нас диаграммы дают расходимости при больших импульсах. Понятно, что мы можем ограничиться только рассмотрением одночастично неприводимых диаграмм. Вот мы их и будем рассматривать. Далее. До этого мы все время рассматривали матричные элементы С-матрицы между какими-то начальными и конечными состояниями. То есть, мы считали, что... Значит, для этих матричных элементов мы рисовали диаграммы и считали, что на этих диаграммах импульсы... Внешние импульсы изображали либо начальные, либо конечные частицы и сопоставляли их волновые функции. Ну, более общим понятием, чем матричные элементы С-матрицы, является функция Грина. Функция Грина — это такие объекты, которые... Вот если мы рисуем диаграммы для матричных элементов, но при этом будем считать, что... Ну, вот какую-то диаграмму... Ну, скажем, вот такую простейшую диаграмму... Вот нарисовали диаграмму. Это диаграмма для рассеяния электрона на электроны, да? Если смотреть в этом канале... Так... Диаграмма для рассеяния электрона на электроны. Когда мы считаем матричные элементы С-матрицы, то здесь сопоставляем этим вершинам, этим линиям волновые функции, начальные и конечные частицы. И считаем, что эти импульсы лежат на массовой поверхности. Импульсы лежат на массовой поверхности. Более общий объект — это функция Грина, когда мы считаем, что эти импульсы вовсе не лежат на массовой поверхности. И сопоставляем... Ну, для внутренности диаграмм при этом не важна. Отличие С-матрицы, элементов С-матрицы и функции Грина не во внутренности диаграмм, а во внешних линиях. С-матрицы, когда мы смотрим матричные элементы С-матрицы, то мы сопоставляем внешним линиям волновые функции частиц, и импульсы при этом лежат на массовой поверхности. А в общем случае, когда мы говорим о функциях Грина, мы сопоставляем импульсы эти не лежат на массовой поверхности, и им сопоставляются тоже одночастичные функции Грина. Но если отбрасывают эти, если им не сопоставляются одночастичные функции Грина, то такие функции Грина называются ампутированные функции Грина. То есть, ну что такое ампутированные функции Грина, скажем, для вот этой диаграммы? Это не просто эта вершина на этот пропагатор на эту вершину. Всё. И эти частицы не считаются на массовой поверхности. Вот это ампутированные функции Грина. То есть функция Грина – это такое общее понятие. Оно применяется не только для одночастичных функций Грина, как мы привыкли, и говорили, что вот функция Грина батона, функция Грина электрона. Нет. Функция Грина – это общее понятие, применяется для многочастичных функций. Да, явно многочастичных функций, да? Так вот. Мы будем рассматривать многочастичные функции глина. Ну и многочастичные это в общем случае, но среди них есть и одночастичные или двухчастичные, то есть с двумя концами. Вот это вот тоже функция глина. Но эта функция глина, я не знаю, как по-разному ее называют, одночастичная или двухточечная функция глина. Двухточечная в том смысле, что здесь есть два конца у этой функции, у диаграммы соответствующих. Такие функции глина одночастичные или двухточечные называются пропагаторами. Это фотонный пропагатор, это электронный пропагатор. Теперь, это пропагаторы в Бордовском приближении. И когда мы начинаем считать электронные поправки, то появляются к ним добавки, скажем, к этому пропагатору. Первая поправка это такая, плюс следующая поправка и так далее. Следующая поправка к следующей поправке бывает разного типа. Бывают поправки, скажем, вот такая поправка, а бывает вот такая поправка. Так, теперь, вот сумма всех этих вкладок, то есть Бордовское приближение плюс все возможные поправки, называется полной функцией глина. Это полная функция глина. Соответственно, для фотона тоже полная функция глина. Это Бордовское приближение плюс все возможные поправки. Все возможные поправки. Теперь, поправки бывают разные. Поправки бывают разные. И, соответственно, поправки бывают разные. Вот уже здесь видно, что поправки бывают такие, что они даются одно... Вот эта поправка. Она дается одночастично неприводимой диаграммой, а эта поправка одночастично неприводимой диаграммой. Пожалуйста, поправки. Говорят еще так, что... Можно так сказать, что... Говорят часто. Что поправки... Все поправки с... Сумма всех поправок с удаленными внешними концами, вот этими концами, называется собственной энергетической частью. То есть, собственная энергетическая часть, это сумма... Собственная энергетическая часть для электрона. Это... Вот эта диаграмма плюс эта диаграмма плюс эта диаграмма. Но... Ампутированная в том смысле, что вот мы не... Эти пропагаторы не выписываем. Вот когда мы пишем эту диаграмму, функцию Грина, или вклад в функцию Грина, отвечающую вот этой диаграмме, мы пишем и вот интеграл вот этот, и вот эти вот функции Грина. Внешние функции Грина тоже выписывают. А вот если мы их ампутируем, эти внешние функции Грина, то соответствующая... Весь... Сумма всех вкладов называется одночастично собственной энергетической частью. Для фотона тоже мы можем собственную энергетическую часть выписать. Теперь, собственная энергетическая часть, она... Ежели есть полная собственная энергетическая часть, она дается суммой... Включая и такие диаграммы, и вот такую, такие... Такого типа диаграммы, такого типа, опять же, без этих линий... Ну, видите, она может быть тоже разделена на две части, разрезаем одной линией. А это, собственно... Ну, вот, она уже имеет другой тип. А вот эти вот, такого типа вклада, это одночастично неприводимая. Ну, вот, одночастично неприводимая, собственно, энергетическая часть для электрона называется массовым оператором. Массовый оператор. Что такое массовый оператор? Это, значит, одночастично... Ещё раз повторяю. Массовый оператор, это одночастично неприводимая, собственно, энергетическая часть для электрона. Этот массовый оператор для электрона называется только сигма. Сигма. И изображается он... То есть сигма, можем сказать так. Что это есть? Вот такая диаграмма, плюс... Какая диаграмма? Следующая диаграмма. Такая диаграмма. Ещё какая диаграмма? Без межких концов, повторяю. Без межких концов. Плюс какая ещё диаграмма? В данном порядке вот этот порядок альфа и квадратный. Этот порядок альфа квадратный. В альфа квадратный порядок есть ещё диаграмма. Есть такая диаграмма, такая диаграмма, и есть ещё такая диаграмма. Этот квадратный может распадаться на электронно-безитронную пору, опять собраться. Вот диаграмма в альфа квадратный порядок. И так далее. Сигма. Правда, не совсем так. Это ещё здесь... Сигма. 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 Собственная энергетическая часть называется. И вот её определение. Эта сумма вкладывает таких диаграмм без межных концов. Далее. Есть. Собственная энергетическая... Одночастично неприводимая... Одночастично неприводимая собственная энергетическая часть для фотона называется... Поливстонного оператора. Да? Поливстонного оператора. И обозначается так... Пэ-мю-ню. Пэ-мю-ню. Правда. Есть и пэ-мю. Да? И пэ-мю я напишу. Ну ладно. И пэ-мю-ню. Это есть вот что такое. Опять же. Это есть такая диаграмма в первом порядке по альфа. В следующем порядке. Опять же без внешних вот этих линий. В следующем порядке. Какие есть диаграммы? Есть диаграммы такие... Такая... Есть диаграмма... Такая... Я здесь нарисую вене... Направление электронной вене, да? Есть ещё и диаграмма, да? Есть ещё и диаграмма. Что это диаграмма? Это вот такая диаграмма. Такая диаграмма. Ну и так далее. Вот это вот позиционная диаграмма. Опять же, как вы замечаете, здесь, хоть я здесь, на самом деле, вот эта вот сигма... Это, конечно, матрица, да? Сигма, матрица, да? Потому что здесь есть спинорный индекс. Здесь и спинорный индекс есть. Сигма это матрица. Ну матрица. Обычно не пишут всё матрицы. Пинорные индексы не пишутся, как обычно. А здесь вот... А это тенсор. И тенсорные индексы пишутся. Ну вот. Надо, правда, ещё написать, от чего зависит эта сигма. Это сигма. Конечно, она зависит от импульса, который здесь протекает, да? От импульса. Вот этот импульс P. А, например, для позиционного оператора обычно используется буква K. Это импульс K. И индексы здесь хранят ню и ню. Значит, это индексы фотонные. Повторяю, электронные индексы здесь спинорные индексы не пишутся. Вот есть... Есть... Да? А вы же сказали, что нет внешних единиц. Каких? Ну вот внешних единиц. Нет, нету, правильно, да. Да. Откуда это будет? А что может быть? Ну, а как это откуда? А вот давайте напишем без внешних линий. Что мы... Вот давайте напишем. Что сопоставляем с вот этим регионами? Давайте напишем. Давайте здесь вот введём этот импульс интегрирования. Вот это пусть импульс K, да? Круг будет интегрирование, да? И что там... Что у нас будет? Смотрите. Что у нас будет? Будет интегрирование D4K, да? На 2.4. Смотрите. Ну, как мы знаем, входит интегрирование, входит всегда с весом 2.4. И стоят пропагаторы. Какие пропагаторы стоят? Какие пропагаторы? Ну, во-первых, здесь этот пропагатор, тогда здесь мы должны написать тоже влю и ню, да? Да. Да? А здесь, а в вершинах что стоят? У нас две... Значит, что у нас есть? Давайте выпишем множители все честно. Что у нас есть? Здесь стоит минус и... Женненюн, да? В Куре Фейнерском перепробе написать. Минус и, да? Здесь стоит и в этом пропагаторе. И в вершинах по минус и, да? И всего у нас получилось, что минус и на и минус единица, да? Минус единица. А дальше что стоит? Стоит в вершине. Ну, начинаем мы отсюда идти, отсюда идти. Эту, эту не пишут функцию Грина, да? Но здесь стоит гамма-мю в вершине, правильно? Да? Стоит гамма-мю в вершине. Стоит гамма-мю. А здесь стоит... Здесь стоит... Если к направлению сюда, то здесь будет п-минус к, да? Да. П-минус к. Так как здесь стоит пропагатор электрона с инферсом п-минус к, п-минус к плюс м, да? На гамма-мю. Если я беру фенмонс, ну-ка, я пробую, да? Минус к, п-минус к, п-минус к квадрату минус к квадрату. Вот что такое. Вот что такое. Но здесь же, о, о, как-минус к-минус. Это матрица, да? Это матрица, это матрица. Все. Это все матрица. И у нее есть матрица и инферс, естественно. Правильно? Если бы мы брали матрица и инферс матрица, то мы тогда здесь бы умножали на у с чертой, да? У с чертой альфа на... Ну, то есть это матрица, да? Ну, поэтому у нее, конечно, это... Но если я хочу расписать в явном виде, то я должен был написать из матрица и индексы альфа-бетта, правильно? Матрица вот с такими индексами, альфа-бетта. С линокными индексами. Если бы я брал матрица и инферс матрица, я бы умножал на у с чертой альфа, да? И на у с чертой альфа-бетта, да? Ну, это матрица, это же, очевидно, это матрица. Да? Да, кого-то потом уже не написали. Нет, и где цель-кав в квадрате? Конечно, да-да-да-да-да. А кав в квадрате? Кав в квадрате плюс один ноль еще надо написать. И здесь тоже. c-кав в квадрате плюс цель-кав в квадрате плюс один ноль, да? Потому что здесь мы проводим интегрирование по импульсам виртуальных частиц. И правило кода, конечно, важно. Мы его должны указывать. Вот что получается для этого самого σ, для этого самого σ. Это вот первый квадрат в квадрате минус i на σ. Вот такой вот первый квадрат минус i на σ. И еще я не написал, конечно, e в квадрате, да? Ну, на самом деле, я должен был, естественно, написать... Ну... Ну... Чем дальше, тем хлеще получается. А? Должен написать и ноль в квадрате, да? Я уже говорил, что давайте все-таки будем... Вообще-то говоря, поправить... Надо бы обозначения... Договориться об обозначениях. Я говорил, что у нас есть разница между голым зарядом и голым маслом и физическим увеличением. Так вот, обычно используется для голых величин либо e0, либо eb. Прима 0, индекс, либо b, индекс b, от слова b, голый, да? И m0. Ну, мы будем e0 и m0 использовать, да? Либо... А для физических величин e и m. Физические величины. Ну, в принципе, здесь понятно, что как связаны физические величины с голыми, да? Физические величины выражаются через голые, голые и... Ну, как... Физическая величина. Есть голая на какой-то коэффициент, да? Голая на какой-то коэффициент. Коэффициент мы определим, как его вычислять. Ну, это зависит от определения физической величины. Я ещё об этом поговорил. Ну, в принципе, вот связь такая, что... m это если м0, то какой-то коэффициент. И этот коэффициент это ряд по а. Да? И... Вот... В... Так... В первом приближении, в нулевом приближении, что e0, что e это одно и то же. Да? В нулевом приближении по заряду, e0, e это одно и то же. Поэтому я, естественно, не пишу, что m, что... Не пишу здесь я 0, не пишу я 0. Ну, логу из них писать это всё равно. Это всё равно. Повторяю. В нулевом приближении по заряду, это... Голая величина совпадает с физическими. Голая величина совпадает с физическими. Ну, вот... Ну, что же мы отсюда видим? Что же мы отсюда видим? Интеграл на что вычислять? Ну, расходится интеграл страшно, да? Как он расходится? Надо посчитать. Как расходится? Введём понятие индекс расходимости диаграммы. Индекс расходимости диаграммы. Что это такое? Это число интегрирований, да? И число интегрирований минус степень импульса, который идёт от пропагаторов. Значит, для каждой диаграммы. Индекс расходимости обозначается буквой D. Индекс расходимости это... Число интегрирований сколько? Число интегрирований, да? Число интегрирований. Вот. Ну, четырехмерное интегрирование тогда. Четыре. Минус что? Степень какая инверсия? Ну, степень обозначенного пропагандора изнутволька. От определенного пропагандора единица. Минус три. Пробой единиц. Вот степень индекса расходимости для диаграммы. Для диаграммы индекса расходимости не единица. А? А? Что ещё у нас? Импульс и степень? А вот смотрите, степень индекса. Вот двойка, да? От этого пропагатора, от факционного пропагатора. От электронного пропагатора сколько? Единицы. Потому что есть в числителе, в числителе есть импульс. Поэтому вот получается единица. Что означает единица? Это единица. Это означает, что интеграл линейно расходится, да? Потому что интеграл имеет вид просто, нежели сокративный. Ну, грубо говоря, интеграл имеет вид dx просто. Или dk. Это же одномерное. dk. Правильно? Интеграл линейно расходится. Линейно расходится. А если индекс ноль, индекс ноль, то тогда интеграл какой? dk делить на g. dx на y. Интеграл расходится тоже. Но логарифмически. Но логарифмически. Так вот, все диаграммы, которые, индекс которых больше не равен нулю, они расходятся. Расходящие эти диаграммы. Приводят к расходимости. Ну понятно, что эти диаграммы расходятся и эти диаграммы расходятся тоже. tensor муха. Причем эти диаграммы, на первый взгляд, они расходятся гораздо хлеще, чем та диаграмма. Почему? Потому что здесь она расходится квадратично. На первый взгляд, она там расходится квадратично. Почему она расходится квадратично? Потому, что там где-то один и Пурчфатон, а Фотон… а другой электронный, да, а здесь два электронных пропагатора. Но электронный пропагатор бывает с импульсом гораздо слабее. Фотонный пропагатор единицы на k в квадрате, а электронный пропагатор единицы на k, да, потому что у него есть импульс в числителе. Поэтому эта диаграмма, на первый взгляд, расходится квадратично, расходится. Индекс расходимости этой диаграммы – это двойка. Вот. Но, надо сказать, что индекс расходимости показывает максимально возможную степень расходимости, а на которой может не совпадить с реальной степенью расходимости. Почему это так? Почему это так? Ну, потому что, что такое, по существу, индекс расходимости? Это, по существу, что это такое? Это размерность вот этого вот, размерность вот этого вот интеграла, да? Размерность этого интеграла. Размерность этого интеграла. Но степень расходимости может не совпадать с размерностью Почему? Потому что, скажем, вот здесь Степень расходимости не будет совпадать с размерностью Почему? Потому что мы знаем, что есть калибровочная вариантность для вот этой диаграммы То есть диаграмма должна зануляться при умножении на k Ну не диаграмма, а, конечно, матричный элемент Ну всегда так Как радость, говорят, диаграмма, астоматичный элемент Зануляться при умножении на k, да? То вот это по именю от k Вот это вот по именю от k должно иметь вид По именю от k Это есть, можно Для того, чтобы зумлялась при умножении на камню Должно иметь такой вид, камню Коню минус ратиню на k в квадрате На p от k в квадрате Ну, часто вот эту ричину называют тоже полиэляционным оператором, да? Эту ричину называют полиэляционным оператором Только здесь вот я напишу Сейчас соображу знак, может быть, не такой Надо взять Так, что это? Минус... Так, минусы... Минусы на минусы... Нет... Здесь минус... А здесь минус... Можно вопрос? Да А вот вы говорили то, что иногда бывает такое, что Каждая геограмма не обладает перебросить или... Да, правильно А почему вот здесь не так? Что? А фишка всего одна геограмма Почему? Вон очистку... Ну, это в другом порядке по альфа Да, не знаю А в каждом порядке по альфе В каждом порядке по альфа Поэтому это, конечно, калибровочные варианты Вклад калибровочные варианты должен быть Поречитонный оператор, значит, должен представляться в таком виде Ну вы видите, значит, теперь Т.е. две стпени х Должны выделяться из этого по меню, да? Две степени. То есть, понятно, при этом расходимость должна уменьшиться на две единицы. Потому что, еще раз повторяю, мы же здесь считали просто расходимость как размерность. А у нас здесь два импульса выделились. То есть, ну, мы считали расходимость просто как размерность. То есть, считали, что материчный элемент не зависит от внешних импульсов. И весь интеграл, он, весь интеграл, он никакой заход. Ну, то есть, этот индекс расходимости дает степень расходимости только тогда, когда у нас никакой зависимости от внешних импульсов нет. А здесь у нас калибровочный вариант требует выделения двух степеней импульса внешних. И поэтому P, F, K, на самом деле, расходится не квадратично. Вот этот вот полиционный оператор расходится не квадратично, а логарифмически. Только логарифмически. Ну, по праву говоря, и этот, и этот, и этот интеграл тоже будет расходиться только логарифмически. Почему? Нежели мы его будем правильно с ним обходиться. Почему? Ну, потому что, что значит расходимость. Нежели мы будем... Расходимость. Расходимость. Нежели... Ну, давайте будем так наивно обрезать... Как обращаться с этими расходимостями? С этими расходимостями. Конечно, нужно определить... Просто так говорить... Ну, вот расходится интеграл. И он бесконечный. Но тогда мы же не можем с ним обращаться, с этими интегралами. Не знаем правил обращения с бесконечностями. Нет правил обращения с бесконечностями. Если мы начинаем обращаться с бесконечностями, мы при вычитании, определении на бесконечность, при вычитании их и так далее, при операции с бесконечностями, мы можем получить что угодно. Поэтому, для того, чтобы делать наши вычисления осмысленными, в первую очередь, мы должны провести процедуру регуляризации. Регулиризации. Регулиризации. Да? Для того, чтобы... Прежде чем говорить по перенормировке, прежде чем перейти, переходить от... Ну, или не прежде, а для того, чтобы сделать осмысленную процедуру перенормировки, то есть осмысленную процедуру перехода от голых величин к физическим, мы должны теорию регулиризовать. Да? Регулиризовать. Каким? Каким-нибудь образом регулиризовать. Ну, такой, такой, наивный способ регулиризации, такой физический способ регулиризации, ну, какой, мы взяли и обрезали все интегралы где-то на верхнем пределе, да? Считаем, что к квадрат, скажем, у нас меньше, чем рядом на квадрате. Правда, здесь есть еще тонкости такие, к квадрат. К квадрат-то у нас четырехмерная, да? Вернее, к квадрат у нас, это в пространстве Минковского. Ну, для того, чтобы, на самом деле, реально проводить регулиризацию, надо развернуть вот этот интеграл, сделать его евклидовским и делать ограничение уже на евклидовскую к квадрату. Ну, в самом деле, этот интеграл можно развернуть, перейти в евклидовский перемен. Каким образом? Вот если мы, если у нас п квадрат, этот интеграл вот зависит от внешних импульсов, вот от внешних импульсов 21, это п квадрат, да? И если п квадрат отрицательный, если п квадрат отрицательный, то тогда можно, вот посмотрев на это выражение, когда у нас, мы интегрируем в бокамуль, то у него есть полюса. Где есть полюса? Вот здесь есть полюс. Вернее, вот здесь. Сейчас сомневаюсь. Так. Здесь полюс, и здесь полюс, да? Это вот полюс от фотонного пропагатора. Полюса от фотонного пропагатора. И есть полюса от электронного пропагатора тоже. Если у нас п квадрат меньше нуля, то полюса от электронного пропагатора тоже может убедиться, что они вот так тоже расположены. И мы можем контур интегрирование у нас идет вот так, да? По половому, полюса может быть на вещественной оси, так-то контрр интегрирование вот так проводить. По кан回отам, да? По кан�е. По контур интегрирования, по канmern. И мы его можем развернуть. Контур интегрирования погнимой оси. Да? Погнимой оси. развернув контур интегрирования помимо оси и при этом у нас перенем ну тогда у нас вместо k квадрат переходим в если обозначим к 0 равно развернув контур интегрирования помимо оси и обозначили к 0 равно и к 4 после этого поворота это вещественно и тогда k квадрат переходит в минус k4 в квадрате минус k в квадрате и в кризиске то есть разворот и в кризиске разворот позволяет перейти от интегрирования в пространстве минус k к интегрированию в пространстве в кризиске и вот в этом в кризиске пространстве уже накладывается ограничение что k квадрат меньше чем некая лянда в квадрате говорят более импульс обрезания лянда каким образом считают что все интегралы должны определить то есть делаем неуклидовский поворот и после этого интегрируем с условием что неуклидовская k квадрат меньше чем лянда в квадрате меньше чем лянда в квадрате ну понятно при этом что у нас зависимость зависимость мы если бы вот это вот обрезание сделали сферически симметричным 4-х метра сферически симметричным то тогда конечно никакой вот первой степени расходимости не может быть некуда быть не понимаете первая степень это должен куда-то направлен быть этот вектор а ему некуда быть направлен по этому реально на самом деле расходимости будут расходимости будут только логарифмические и здесь тоже значит реально расходимости которые есть в квадрате это Это только логарифмические расходимости. Правда, мы еще не перечислили, только вот эти расходимости с пропагаторами электронным дофотонным разобрались. Ну, вернее, не с пропагаторами, а с массовым проявляционным оператором. А другие диаграммы, они тоже могут быть расходящейся. Тоже могут приводить к расходящейся интегралы другие диаграммы? Конечно, могут. Значит, первая задача, вообще-то, должна была какая быть поставлена. Давайте посмотрим, какие диаграммы приводят к расходящейся интегралы. Ну, как это проще посмотреть? Ну, конечно, надо на индекс расходимости смотреть. На индекс расходимости. Мы уже договорились, что индекс расходимости, на самом деле, это что такое? Это просто размерность ампутированной функции Грина. Размерность ампутированной функции Грина. Вот она, размерность ампутированной функции Грина. А теперь давайте... Значит, можно его пусть по размерности и посмотреть. Ну, давайте соображать. Как же вычислить размерность ампутированной функции Грина, у которой есть Н, 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 так, Н, Ф, Н, Ф, вот столько внешних, это экстенул внешних, а это фермионных, вот столько фермионных внешних концов, и Н, Е, Гамма, и столько потонных внешних концов, вот с таким числом внешних концов. Ну, вот для массового оператора у нас... Что это такое? Это Н, Е, Ф равно двойке, да? А Н, Е, Гамма равно единице для массового оператора, да? А для колюционного оператора Н, Е, Гамма равно двойке, а Н, Е, Ф равно нулю, а? Н, Е, Гамма уже не может быть... Н, Е, Гамма 0. И в первом случае 0. В первом случае 0. А, да. В первом случае 0. Это двойка в первом случае. Для массового оператора это двойка, это ноль. Для колюционного оператора, наоборот, это ноль, это двойка. Да. Вот. Ну а в общем случае, как посчитать размерность ампутированной функции Грина? Ну, вот так можно посчитать. Значит, давайте стартуем с матричного элемента. Размерность матричного элемента, я утверждаю, размерность матричного элемента, да? Это, я утверждаю, размерность матричного элемента. В единице класса это есть 4 минус N, где пусть идем N, которое есть N, E, F плюс N, E, гамма. Полное число внешних концов. Полное число внешних концов, да? Размеры с матрицей элемента. Вот она такая. 4 минус число внешних концов. Почему это так можно сказать? Ну как это можно сказать? Вот так можно сказать. Давай посмотрим на матрицей элемент процесса 2 в 2. Да? Матрицей элемент процесса 2 в 2. Этот матрицей элемент, он безразмерный. Да? Знаете? Да. Как это можно понять, что он безразмерный? А вспомним, как сечение выражается через этот матрицей элемент. Сечение это квадрат матрицей элемента умножить на фазовый объем и делить на поток. И если объем и поток посмотрим, то увидим, что матрицей элемент безразмерный. Ну это можно и так сказать. Ну давайте посмотрим, вот матрицей элемент. Вот он матрицей элемент. Что это такое? Здесь входит волновая функция, study the values of the electron, волновая функция, да? Вольновая функция этого электрона, волновая функция этого электрона, а размерность за волновой функция какая? Король без Е, да, размер гисквенора. Размер на πολе. Все, безразмерное, да? Безразмерное. Значит, когда 1 равно 4, это правильно, а не 4 концов. Теперь добавление каждого внешнего конца, добавление каждого внешнего конца уменьшает размерность, да, единицу. Почему это так? А потому что, вспомним, опять же, ориентируясь к насечению, что мы можем сказать? Значит, добавление внешнего конца. Что делать? Значит, если мы начинаем вычислять сечение, берем квадрат матричного элемента, умножаем на фазный объем. Ну, поток и меняется, будем считать, что внешний конец для конечных частиц, да? Тогда, ну, поток, ну, если мы говорим о сечении, то вначале у нас две частицы, а в конце сколько угодно. Но, когда мы меняем число частиц, конечных частиц на единицу, то мы добавляем фазный объем, добавляем веку П, делить на два, ну, знаем все правильно, что это такое. Это мы добавляем m в квадрате, по размерности. Это квадрат массы добавляем, да? Но, если размеры сечения не должны меняться, значит, квадрат матричного элемента должен добавляться минус квадрат массы в минус второе. А в матричном элементе будет добавляться масса в минус первое. С добавлением каждой частицы. Вот поэтому размеры с матричного элемента, где матричного элемента, имеет вот такой вот вид. размеры с матричного элемента, а размеры с матричного элемента, чем она отличается от размеров с матричного элемента? Чем мы говорим? Ампутированная функция грина, чем она отличается? А? Размерность функции грина от размеров с матричного элемента. Чем она отличается? Еще раз говорю, что когда у нас ампутируемая функция Грина, в развернстве, отличается тем, что в функции Грина нет вот этих внешних концов, а в матричном элементе есть внешние концы, но внешние концы для фотона, и в дозе в развернстве, внешние концы для фотона, что нам дают? Если это фотон, то ему сопоставляется просто вектор полиаризации, волновая функция, вектор полиаризации, который безразмерен, а если это фермион, то добавление, то размерность этого фермиона, это есть 1,2, потому что размерность пинора, это корень из массы, размерность пинора, это корень из массы, значит, размерность функции Грина, это есть вот такая, и минус минус L, E, F, деленная надо минус L, E, F, деленная надо вот это вот размерность пункции Грина и эта размерность, она совпадает с индексом восходимости D как вот мы пишем, что D это индексом восходимости, это 4, минус L, L подставляем, когда есть L, F значит, минус 3 вторых L, 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 L и минус L, E, G, F, деленная все просто, минус L, E, G, F, деленная минус L, E, G, F, деленная вот такая вот ну, давайте посмотрим что мы получим давайте посмотрим, правильно или нет посчитали ну, наверное, правильно для проекционного оператора что мы получим здесь для проекционного оператора что мы получим? это двойка, это ноль, да? индекс восходимости двойка ну, это то, что мы не получали раньше Для массового оператора это ноль, это двойка, это единица получается. Правильно, конечно. Но важно то, что вот эта размерность, или индекс расходимости, можно по-другому считать индекс расходимости. Конечно тот же результат получается. И я просто обращаю ваше внимание, что этот индекс расходимости можно просто посчитать по размерности. И это очень важно. Потому что отсюда сразу следует, что индекс расходимости… Если константная связь бесразмерна, то индекс расходимости диаграммы не зависит от порядка нечто повсюжения. Ведь только в нежели число множеств конц foul, и всё, нет порядка необычного. И это связано с безразмерностью константной связи. А если бы константная связь была бы размерная, то что бы тогда имела бы размерность, например, какую размерность? Слабая константа связи. Какую резкость имеется? Ж. Емельница на квадрат массы. Размерная константная связь. Но тогда, конечно, вот этот индекс расходимости зависим бы от порядка теории восхищения. Зависим бы от числа вершин, от порядка теории восхищения. И он рос с порядком теории восхищения. Рос. Число диаграмм, которое, ну, вот слабое, в самом деле, четырехфермионная теория, слабое взаимодействие четырехфермионная, она не перенормированная, эта теория. Почему? Потому что в ней константная связь G, она имеет размерность. Размерность это единственное квадратное. Поэтому, по существу необходимым условием перенормированности является безразмерность константной связи. Ну, это я немножко приврал, потому что, а бывают такие теории, в которых константная связь имеет размерность, но не отрицательную, как G, как константа слабого взаимодействия, а положительную размерность, да? Что тогда? Тогда наоборот, только диаграммы конечного числа теории восхищений могут расходиться, а все остальные, если увеличим порядок теории восхищений, диаграммы становятся всесходящими. Ну, такие теории называются суперперенормированные теории. Суперперенормированные теории. Какой пример суперперенормированные теории? Фифкуби, фифкуби, вот фифкуби. Ну, такая колярная кролица взаимодействия глянда хрифуды, да? Глянда, когда имеет размерность массу, да? Глянда имеет размерность массы. Правильно я говорю? Глянда имеет размерность массы. И, конечно, когда эти теории суперперенормированные, то есть только там конечное число диаграмм приводит к расходимости. Остальные все сходятся. Ну, вот главная электродинамика, благодаря безразмерности константной связи, это перенормированные теории. То есть у нее индекс расходимости независимые от килограмма, и вот он такой. Ну, дальше, теперь, какие же диаграммы у нас приводят к расходимости? Конечно, есть диаграммы, так называемые вакуумные диаграммы. Самая большая с третью расходимость какая? НЕ равна нулю, и НЕ гамма НЕФ равна нулю, да? И это расходимость? Аж четыре! Что это за диаграмма? Вот она диаграмма. Вот она диаграмма. Понимаешь? Посчитайте, если расходимость. Ну, она со списком расходится. Страшно расходится. Ну, слава богу, ее не обязательно рассматривать. Почему ее не обязательно рассматривать? Такие диаграммы, они вообще-то множительные входят в любой матричный элемент, такие диаграммы. Если мы считаем матричный элемент, ну скажем, смотрим процесс электронно-электронного рассея. Вот это Бортовская диаграмма, да? Ну, а потом, когда пойдем в высший порядок теории воздействия, такая диаграмма тоже возникнет. То есть, эти диаграммы, вот эти диаграммы вакуумные, они, значит, их сумма этих диаграмм. Можно так сказать, что любой матричный элемент, а, сумма этих диаграмм, дает на самом деле матричный... Что такое сумма этих диаграмм? Матричный элемент вот такого перехода. Вакуум, здесь S матрица, на вакуум, а это вакуум. Матричный элемент такой переход, да? Ну, матричный элемент такой. Так вот, что касается матричного элемента, то мы о нем мало что можем докопить. Видите, он у нас расколется там, матричный элемент, начинаем считать, он расколется, но мы твердо знаем, что квадрат вирус по модулю равен единице, да? Почему он равен единице? Ну, потому что мы считаем, что у нас лапу стабильнее, это основное состояние, с которым ничего не может произойти. Поэтому все эти диаграммы, ну то, что эти диаграммы, все дают фазовую вот эту диаграмму, а она дает только фазовый умножитель, да? Эта диаграмма. И, ну, это не трудно убедиться, что в самом деле все эти диаграммы собираются в некий фазовый в е степени и на фи, где фи какой-то вещественная величина, которая там расколется, конечно, да? Ну, и бог с ней расколется, она ни на что не влияет. Поэтому эти диаграммы не осматриваются. Все, с этими диаграммами мы покончили. Дальше что? Ну, дальше идет, значит, вот, колениционный оператор, D равно 2. Идет масса оператор, D равно 1. Ну, вот я уже объяснял, что хотя у них D, индексовосходимости от двойки и единиц, на самом деле, реально расходимости только логарифмические. Значит, дальше что? Ну, конечно, есть еще вот диаграммы вот такого типа, вот такого. Вот, диаграммы такого типа, да? Они, конечно, какой индекс здесь? Это здесь тройка, а это ноль, да? То есть индексовосходимости от единицы, да? Но надо такие диаграммы осматривать или нет? Не надо. Почему не надо? Потому что не ноль. Ну, каждая диаграмма, конечно, не ноль, но надо брать в сумму диаграмму с перестановками вот этих вот фотонных линий. А сколько она нам даст ноль? Почему она даст ноль? Я уже называл, говорю, теоремой фаргией, да? Нельзя, в которой есть следствие цель зарядовой черткости электродинами. Поэтому, значит, таких диаграмм не надо рассматривать. Следующее. Еще какие индексы расходимости? Ну, видно, что этот индекс убывает с мостом числа внешних линий, да? Значит, дальше нам надо посмотреть. И вот оказывается, что вот есть расходимость. Еще. Вот диаграмма. диаграмма. Вот так обзовем. Гамма. Гамма. Ню. От П1 до П2. Это есть. Вот такая диаграмма. Плюс. И все одночастично неприводимые диаграммы. Какая диаграмма? В одной петле только такая диаграмма. Плюс и так далее. Вот такие все диаграммы, да? Видно, что тоже индексы расходимости. Какую-нибудь расходимость мы видим? Это ноль. А здесь четвертка. Четыре форма. Четыре форма. Потому что здесь это есть двойка, а это есть единица. Ну, это индексы расходимости ноль. Расходимость только в этой диаграмме. Ну, еще. Если посмотреть формально на индексы расходимости, то есть еще диаграмма, которая приводит к расходимости, это ноль, а здесь четвертка. Четыре форма. Гамма, гамма, рассеяние, да? Гамма, гамма, рассеяние. Но, конечно, диаграммы. Если посмотреть на диаграммы гамма, гамма, рассеяние, по диаграмме, да? Возьмем одну диаграмму. Посчитаем формально. Да, расходимся так. Ну, уже одно интегрирование. Это четырехмерное интегрирование. И четыре фермерных пропаганда. Каждый дает импульс в знаменателе. По одному интегрированию знаменателе. d4k, d4p на b4. Расходится логарифмически, да? Каждая диаграмма, да, правильно расходится логарифмически. Но в сумме, если мы посмотрим сумму этих диаграмм, то эта сумма калибровочная миллиардная, да? Сумма диаграмм. Калибровочная миллиардная. И она должна выделять по икрусу на карте внешний фотон. Да? То есть она, на самом деле, сходится, но стремительным образом. Потому что четыре импульса выделяются. И, значит, оставшаяся, вместо того, чтобы быть логарифмической расходимостью, мы получаем, ну, вместо того, чтобы получить у нас d4p на p в четвертых, да? Но еще четыре импульса выделяются. Значит, p в четвертых еще. Вот так она в украфеолей переведет. То есть она стремительно сходится. Сколько диаграмм? Всего? Всего диаграмма. Вот рассеяние фотона на фотоне. Шесть. Да? Шесть диаграмм. Теперь, мы это обсуждали. Шесть диаграмм. Правда, их можно разбить на две тройки. И одна тройка из другой получается за белой направлением вот этой стрелы, да? А если стрелку фиксируем, фиксируем стрелку, то понятно, что здесь один, два, ну, так, один, два, три, четыре, да? Ну, мы можем замену от три на четыре делать, да? И вот здесь делать замену. Понятно, Степ? Ну, всего, всего, я говорю, всего шесть диаграмм. Ну, как это понять, всего шесть диаграмм? Ну, взяли, фиксировали эту... И осталось три факториала. Число перестановлено. Три факториала. Вот шесть диаграмм у нас и есть. Ну, имеет смысл их, там все рассматривают. Важно то, что вот в сумме они дают калибровочные варианты, калибровочные варианты, калибровочные варианты, калибровочные варианты требуют выделения импульса на каждый из внешних фотонов. И поэтому четыре импульса выделяются. Значит, ватекс-элемент должен так себя внести. Прибачных импульсах, прибачных п, интеграл, должен так себя внести. Ватекс-элемент на п, восьмой кишки. Никакой расходимости нет. Значит, все расходимости, с которыми нам надо собраться, это вот эти вот расходимости. Вот. Вот эти расходимости. Ну и, значит, как же мы с ними разберемся? А посмотрим, как же проводить пельмардировку. Ну вот так мы с ними разберемся. Так, посмотрим, как выглядит, как выражается функция Грина, полная функция Грина электрона через сигма, через массовый оператор. Но нетрудно видеть, что это такое. Сигма, я говорю, мы обзываем одночастичный приводимый вклад. А если, ну и как через него будет выражаться весь функция Грина? Вот она будет так, плюс, здесь я пишу сигма, здесь, ну не сигма, а минус и сигма, минус и на сигма, да? И дальше плюс, минус и сигма, еще раз, минус и сигма, да? И плюс и так далее. То есть, это суммирует все одночастичные приводимые диаграммы. Здесь у нас один раз есть одно, по одному делению можно разделить на одночастичные приводимые дальше, по двум делению и так далее. Что это такое? Ну, очевидно, это геометрическая прогрессия, да? Очевидно, это геометрическая прогрессия. Где, как это называется, геометрическая прогрессия? Показатель, что ли, геометрическая прогрессия? Это, а? Вот это? Ну ладно, вот это. Что мы получим? Мы получим следующее сворожение. Если я обозначу функцию Грина, просто g от b, да, функцию Грина, то мы получим i на b со шляпой минус m0, я вообще напишу здесь m0, да? Дальше напишу минус сигма от b. Правильно? Потому что, что я для вот этого, ну то есть, дальше, первый вариант, это то же самое, вот на этот множитель, да? То есть, а этот множитель, это есть... Ну как мы можем расложить, вот этот множитель есть, что такое? Сигма, вот минус i на i, а здесь стоит i делить на b минус m, да? То есть, множитель, который появляется в каждом порядочном уровне разрушения, дополнительные множители, это есть просто сигма делить на b со шляпой минус m0. Откуда b со шляпой минус m0? От этого пропагатора, но он еще замешал, и это i с этим минус и долой i, поэтому вот такой множитель появляется в каждом порядочном уровне разрушения. Ну вот, если я выделю здесь b минус m0, то получится 1 минус сигма делить на b плюс m0, правильно? Это и есть георитическая прогрессия. Вот что получается. Так, вот что получается. Ну, аналогично, если я... Если я введу, рассмотрю функцию грина для фотона. Правда, здесь есть некое такое обстоятельство. Вот такое обстоятельство. Функция грина, она зависит... функция грина для фотона, она зависит от калибровки, да? И удобно записать ее в функцию грина для фотона. Д. Записать. Ну, ню. Вот как? Это и есть. Вот что такое. Минус и, да? А здесь стоит... Ну, вот поберечь ту часть, которая пропорциональна вот этому... ну, здесь некое... какой-то множитель. Ну, в Борновском... значит, что стоит в Борновском приближении? Стоит здесь единица, милит нога в квадрате. Правильно? Да? Вот, если у нас хитландская калибровка, то просто минус и же милит нога в квадрате. Правильно? Да. Минус и же милит нога в квадрате. Значит, и плюс... здесь я напишу какое-то дл, какая-то продольная часть на... там на... ну, на... тоже на минус... напишу там минус и тоже бок с ним, а здесь напишу камю... камю делить на к четвертой, да? Если вот это дл равно... равно единице, то мы получаем полонус... учрежденную свою калибровку. Правильно? Этот член закрощается с этим членом, да? Ну, вообще говоря, в разных калибровках дл может быть разным. Поэтому вот так вот. Это есть продольная часть, а вот это уже поперечная часть, да? Теперь. Это я написал в корпусном приближении. Что будет происходить, когда мы начинаем учитывать распоправки? Эта часть не меняется. Не меняется. Меняется только вот эта. Только вот эта часть. И она воспроизводится таким образом, что... значит, вместо... единица на к квадрат появляется... единица на к квадрате... единица минус p от к квадрате... Вот так вот получается. Ну, почему так получается? Ну, смотрите. Когда мы берем пропагатор... вот этот пропагатор, да? Умножаем его на поливизационный оператор вот этот. Берем этот пропагатор и умножаем на этот поливизационный оператор. Что с ним происходит? Ну, понятно, член... когда умножаем... вот... на эту часть... он зарубляется. То есть в продольную часть... у нас... продольная часть не получает никаких традиционных поправок. А поперечная... ну, это, вроде бы, естественно. Протольные фотоны, это не физические фотоны, они нефтемолисты к сохраняющимся токам. Поэтому... нет никаких поправок. А поперечная... поперечная часть, она распроизводится. Потому что, если мы вот такой тензор умножим... поперечный тензор умножим на поперечный... опять, естественно, получим поперечный тензор, да? И как оно распроизводится? Именно... опять же, мы получаем геометрическую прогрессию, точно так же. Но в показаниях геометрической прогрессии, это просто ПРК в квадрате. За счет чего это? Потому что здесь вот К в квадрате вы выделили. Все. Вот получаем такое демейку от К. Вот так. Ну а теперь давайте... Как же переномбировку то сделать? Переномбировку сделать? Делать переномбировку можно следующим образом. Вообще-то говоря, ее можно по-разному делать. По-разному делать. Переномбировку. Можно по-разному определять массу физическую электрона. Можно по-разному определять заряд электрона. Ну вот в электронике исторически сложилось так, что переномбировку, говорят, делают на массовой поверхности. На массовой поверхности. То есть, что говорят? Что на массовой поверхности. То есть, скажем, массу, физическую массовую электрона определяют как положение полюса в пропагаторе. Вот у нас пропагатор, да? Борманский пропагатор. Он имел полюс при ПССР по равному 0, да? ПССР по равному 0 был полюс. Теперь, теперь этот пропагатор, он, конечно, будет уже полюс иметь в другом месте, потому что вот эта сигма добавилась. Ну, это соответствует, я уже говорил вам тромеханическому примеру, когда у нас поправки за счет взаимодействия сбегают к уровню. Здесь аналог вот сбега уровня, это изменение массы электрона. Ну, а как же, значит, провести переномпировку? Как ввести физическую массу так, чтобы... физическую массу, M, так, чтобы она совпадала с полюсом? Функция грина. Ну, очень просто это можно сделать. Можно так написать. Вот это вот сигма от P. Написать. Сигма от P. Надо сказать, что вот здесь я пишу сигма от P со шлямкой, да? От P со шлямкой. Почему? Ну, потому что это... Это же... От чего может зависеть сигма? Во-первых, это матрица, да? И она матрица... Из чего эта матрица может состоять? Она может из гамма матрицы... Какие есть матрицы в нашем распоряжении? У нас есть гамма ню. Гамма ню может сворачиваться с P ню. И вот это вот P со шляпой. А есть просто единичная матрица. Но больше с другими матрицами уже ничего мы не сможем сделать. То есть зависимость вся от P может быть либо так, либо через P в квадрате. Но P в квадрате можно написать как P со шляпой в квадрате. Поэтому можно считать, что сигма зависит от P. И там две массы в квадрате, правильно? А? Массы в квадрате тоже можно там убедить. Конечно, да. Я говорю. Зависимость от P, да? А M0, конечно, это зависит от M0, да? Конечно, зависит от E0. Вот эта сигма. Она зависит от E0. E0, вот эта сигма, да? Ну, кроме вот этих... Кроме того, что я указал, что это зависит от P со шляпой, есть еще зависимость, конечно, от E0. Это же во всех порядках теории возмущения вообще-то сигма, да? Конечно, зависит от E0. Это ряд по E0 в квадрате. И, конечно, зависит от M0. Ну, тут, правда, мне надо... Я уже говорил, что вот надо регулиризацию ввести, да? Ну, я говорил, что наивная регулиризация – это отрезание на некой... На некой большой вичине лямбда. Отрезание по импульсу интегрирования. Это физическое, конечно, такое... Физически естественное обрезание. Но технически оно абсолютно неудобно. Абсолютно неудобно. И, на самом деле, даже в старые добрые времена, и то не такой регулиризации использовали, а использовали регулиризацию, скажем, Баули-Вилларса. Чем еще вот технически неудобно обрезание на верхнем пределе? Потому что оно нарушает калибровочную регулиризацию. Мы хотим теорию все-таки сохранить в теории калибровочной регулиризации. Обрезание на верхнем пределе, конечно, оно нарушает калибровочную регулиризацию. Но есть такая регулиризация, которая сохраняет калибровочную реальность. Ну вот, скажем, мы пытаемся вычислять т-меню. Вот эту диаграмму пытаемся вычислять. И, если мы обрежем на верхнем пределе, обрежем на вот эту вот, П квадрат, интегрированную по П квадрату, и П, это индекс, обрежем на некою вечеринку лянда квадрата, но мы получим ответ, который не имеет такого вида, не имеет такого вида. Ну, конечно, если у нас электрический нуляр, мы все-таки введем отрицательно, то ответ будет содержать такой тензор и такой тензор, но коэффициенты между линиями будут разные. Коэффициенты между линиями будут разные, то есть калибровочная нумерация будет нарушена. Но можно сделать регуляризацию калибровочного варианта таким образом. Введем еще фермионы с тяжелой массой, ведем фермионы с тяжелой массой и с неправильной статистикой, да? С неправильной статистикой. Что значит неправильная статистика? Вот ведь когда мы вычисляем вот этот вот вклад этой диаграммы, мы для этой петли берем знак минус единица, правильно? А неправильная статистика значит, помните, что на каждую замкнутую электронную линию надо писать множитель минус единица, да? Есть такое правило фермиона. А неправильная статистика значит без множителя минус единица, напишем вклад, тяжелых фермионов. Ну тогда понятно, что сократится при больших импульсах, когда не важна масса, эти тяжелые фермионы сократят наши физические фермионы, да? А потом эту массу как-то надо будет, ну это же обрезаем, это же, ну точно так же у нас лямбда вводим, но ответ зависит от лямбда, правильно? А здесь будет зависеть от массы. В конце, в конечных ответах, в физических ответах, физические ответы долгны, удовлетворяясь тому свойству, что регуляризация может быть снята. Что значит снятие регуляризации? Это регуляризация, снятие регуляризации, если она проводится, описание на этом примере, означает, что мы можем в физических ответах лямбда устрелить в бесконечность. Если регуляризацию проводим с помощью, вот, введения дополнительных фермионов, такая регуляризация называется регуляризацией Паули-Вилларса, чтобы вы не пугались словом, если их услышите, да? Есть такая регуляризация Паули-Вилларса. Это вот регуляризация с помощью введения тяжелых частиц неправильной статистики. Но все равно мы должны как-то иметь возможность снять регуляризацию, то есть устранить массу бесконечности. И, конечно, это нельзя сделать, вот, снятие, вернее, когда мы проводим регуляризацию. Вот эти вот причины, они зависит от параметров, от регулинизирующего параметра, там, от лямбда или от массы тяжелого фермиона. Но они конечны, да? Конечны. При больших, ну, конечных лямбда и больших массах фермиона они конечны. И вот эти соотношения, соотношения между Е0 и М0 и Е и М, они зависит от того же соотношения. Вот физические параметры мы можем выразить через голые параметры, да? Мы можем выразить, написать для них связь, ну, на самом деле, заряд. Есть некая константа, которая умножить физически, некая константа, которая умножена на голый заряд. Но эта константа зависит от, зависит от вот этого регулиризирующего параметра. Да? Зависит от регулинизации эта константа. И она не имеет, ну, то есть, если мы пытаемся в этой константе устремить регулилизатор к бесконечности, то мы получаем бессмысленные какие-то, бесконечные величины получаем. То есть регулинизация в соотношении между этими величинами не может быть снята. Но, если мы физические величины, сечения, вероятносты выразим уже не через эти параметры, а через эти параметры, да? То тогда, ну, считая их конечными, эти параметры, ну, тогда мы получим то-такое. То вот эти выражения уже допускают снятия регулиризации. Вот эта процедура называется перенадливовкой. Процедура перенадливовки, да? Ну, пока надо всё-таки связать, перейти. А пока нам надо, значит, регулизовать теорию. Я уже говорил много раз, что надо регулизовать теорию, что есть разные способы регулизации. Самый удобный способ регулизации – это регулизация по размерности. Технически удобный способ регулизации по размерности. Мы будем говорить, что у нас пространство, размерность пространства-времени D, там у 4 минус 2 епсилон. 2 епсилон – это маленькая личина, да? Маленькая личина. Но при этом, видите, что у нас происходит? 4 минус 2 епсилон. Что у нас происходит? Вот у нас стоят интегралы. Размерность… Вот у нас стоят вместо D4K, да? У нас будет не D4K, а D4 минус 2 епсилон, да? Так как? И все интегралы… Я уже говорил, что все расходимости у нас, на самом деле, логарифмические только, да? Логарифмические. И логарифмические расходимости – они уже не будут расходимости. Да? А во что они превратятся, эти логарифмические расходимости? Ну, логарифмическая расходимость была ДК делить на К, правильно? Вот логарифмическая расходимость. А теперь вместо… Размеры интегрирования этого умеет что-то, да? Я лучше напишу ДК квадрат на К квадрат, да? А теперь будет ДК квадрат на К квадрат степени епсилон, да? О, пардон, минус епсилон. Ах, может так. К квадрат степени епсилон плюс епсилон, правильно? Вот, из-за того, что размерность интегрирования, мера интегрирования уменьшилась, и поэтому интеграл уже становится сходящимся на вершнем пределе. Конечно, я это пишу только для вершнего предела, но для больших К, когда все остальные индусы я уже выбросил, оставил только индусы интегрирования, и вот у меня такой интеграл стоит. Вот уже… Как этот интеграл? Чему равен этот интеграл? Ну, если я возьму интеграл от какого-то фиксированного значения до бесконечности, ну, я не знаю, от µ в квадрате, от какого-то до бесконечности, то этот интеграл будет единицей на епсилон, да? Единицей на епсилон, и здесь стоит µ в квадрат степени епсилон. Ну, видим, что интеграл, конечно, он при конечном епсилон, он будет конечным, но когда? Но регулировизацию снять нельзя. Нельзя устремить епсилон к нулю, потому что он получен бесконечный результат. Вот. Ну вот, такого типа, значит, такого типа расходимости у нас расходимости теперь, в такой регулировизации, они переходят в полюса по епсилон. Полюса по епсилон. И чем выше порядок теориозного значения, тем сильнее полюса. В первом порядке полюса в первом порядке по епсилон, во втором порядке теориозного, ну, в одной петле, лучше так говорить. В одной петле полюса в первом порядке по епсилон, в двух петлях, во втором порядке и так далее. Такие вот появляются у нас расходимости. Ну ладно, это... Да, что еще? Чем хороша размерностная регулизация и регулизация по размерности? Она хороша тем, что все свойства электрической вариантов, калибровочной вариантов, все свойства вот таких теорий, они сохраняются. В общем, регулизация техническая, она очень удобна. Более того, мы можем одновременно регулировать и инфракрасные расходимости, и ультразиометры. Потому что Эпсилон, считая... Ежели Эпсилон больше нуля, то регулиризуется ультразиолетовая расходимость. Ежели Эпсилон меньше нуля, то инфракрасная расходимость. А мы вообще можем считать Эпсилон комплексным в увеличениях. Ну, правда, при этом возникает сомнение относительно унитарности теории, но можно на это глаза закрыть. В общем, пока не будем в тонкости вдаваться. Вот, теперь... Как же... Значит, с регулизацией разобрались. Вот Сигма у нас имеет полюса по Эпсилон, да? Ну или полюса по Эпсилон, они отвечают логарифм по лямбе. Ежели делаем обрезание на верхнем пределе, то у нас будет интеграл Дх квадрат на К квадрат. Интеграл ведется до лямбе в квадрате. И получаем логарифмы... То есть, все расходимости проявляются, как логарифм обрезания. И можно установить такое соответствие, что логарифм лямбе в квадрате, он отвечает полюсу по Эпсилон. В общем, можно переходить от одной регулизации к другой Эпсилон. Ну, какое-то такое сопоставление провести. Ладно. В простейшем случае, вот, проявляем сопоставление, может быть, таким. Дальше. Теперь, значит, регулизацию мы обсудили. Теперь, как проводить четыре номеров. Мы пишем Сигма от П равно Сигма под М. То есть, что такое? П со шляпой равно М. Да? Плюс П со шляпой минус М на Сигма штрих под М. И Плюс пишем... Плюс пишем... Плюс пишем... Что же мы пишем? П... Плюс... Так... Или лучше вот так будем говорить. Вводим... Вводим Сигма... Регулируем Сигма... Сигма... Перенормированная... Перенормированная Сигма от П. Таким соотношением Сигма от П. Вот Сигма от П. А здесь пишем «плюс», «плюс». Что такое? Как же я это пишу? Я определю, сначала я определю массу m, перенормированную массу m. Я определю соотношение. m равно m0 плюс σ под m. Вот это соотношение, которое дает нам связь голой массы с перенормированной массой. Это определение перенормированной массы. Определение перенормированной массы. Ну и тогда понятно. Что это за определение? Это определение такое, что у нас это g, пусть из игры, имеет полюс при p со шляпой равным m. Если положить p со шляпой равным m, то что мы получим? Здесь m минус m 0 минус s от m. По определению вот этого m, это и есть 0. при p со шляпой равным m мы имеем полюс, 0 в знаменании. То есть полюс функции Грина. Массу, мы определим физическую массу, мы определим так, что это положение полюса функции Грина. Электрона. Но это не единственное определение. Можно было и по-другому определить, на самом деле, эту массу. И надо сказать, что в квантовой хромодинамики, это нельзя такое определение, не пользоваться таким определением. В квантовой хромодинамики, ну это естественно, на самом деле, потому что в квантовой хромодинамики мы, значит, что касается электродинамики, мы знаем, что электрон это физическая частица. Она может уходить на бесконечность, она может быть свободной частицей. И, значит, функция Грина, её, должна иметь полюс, да? Должны иметь полюсы. А что касается хромодинамики, там, когда мы говорим о кванках, то квантовые вообще не могут быть в свободном состоянии. Есть конфагменты. Поэтому такое определение бессмысленно связывает у нас квантов с полюсом функции Грина. Пункция Грина, её свойства вообще, строго говоря, неизвестны. Но она вообще не имеет полюса функции Грина. Поэтому, значит, используется другое определение, другое определение массы. Ещё раз повторяю, что это не обязательно определять. Но это весь некий параметр, какой-то массовый параметр, который мы можем использовать для формулировки теории возмущения. Вот, и ничего более. И определять его мы можем по-разному. Но повторяю, что вот исторически сложилось так в квантовых электродинамике, то есть, что Грина проводится на массовой боевности. Вот масса таким образом определяется. А функция Грина пишется вот таким образом. значит, b-m, да. А здесь пишется единица плюс сигма штрих от m. П, а, и, нет, нет. Пардон. Что такое? А здесь... Ладно, вот так пишется. Ладно. Здесь я пишу, вот, вместо сигма P напишем... Здесь я сейчас не сображу какой штрих, потом вместе согласим. Плюс какой-то альфа на сигма P. Да. Я думаю, что все это единица. Единица плюс сигма штрих. Да. Сигма штрих от m. Да. Сигма штрих от m. Сигма штрих от m. Вот так вот. Вот так вот определяется. Плюс или минус сейчас линия. Если я подставлю... Вот так вот определяется перенормированный массовый оператив. Перенормированный массовый оператив. Если мы подставим это выражение сюда, что мы получили? Ну, подставим вот первый штрих. М0 и сигма от m. Что он даст? Получили здесь. П минус m. П минус m. Да. П минус m. Да. Это выучили вот этот штрих. П минус сигма штрих от m. Да. П минус сигма штрих от m. Да. 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 Минус сигма штрих от m. Да. Их вот это неправильно. Еще неправильно. Что же он здесь стоит? На самом деле можно так сказать. Здесь вот это вот, здесь минус, либо штрих, да, хорошо, правильно, правильно, здесь дальше ставится минус, здесь минус, либо штрих, да, правильно. Едница, да, единица минус, сигма штрих от R, да, а здесь стоит сигма R от B за шляпой. Это, еще раз повторяю, таким образом мы определили сигма R, программированный массовый агентарь. Теперь, что же мы видим? Мы видим здесь, мы видим, что правильная единица минус M минус сигма от N. Это правильно, ладно. Вот этот множитель теперь мы выделим и напишем, обзовем его, этот множитель Z2 минус 1, это есть единица минус сигма штрих от M. Вот так определили маску, а так определили вот этот переномировочный множитель. И вот тогда получим здесь и Z2 и P минус N минус сигма штрих от P за шляпой. Вот получили выражение для функции Грина, электронной функции Грина, получили такое множитель. Где это определение массы, а это пока некий множитель, переномировочный множитель, некий множитель, который войдет потом в связь между голым и физическим зарядом. А почему сигма на счет не стремляет еще? Понял? Ну вот вы написали в таком виде, да? Да. Он уже в переполе 105 или в точке R. Почему? В точке R. Дело в том, что вот эта вот личина. Что мы сделали? Мы взяли, как определяется вот эта личина? Ну, с неким коэффициентом, но не важно. Как она определяется? Мы из сигма выделяем два первых члена разложения в точке M. Да? Сигма R от M равно нулю. Да? Сигма R от M равно нулю. Поэтому мы выделили два два члена разложения, поэтому сигма R равно нулю. При P равном R. А он равно нулю. Далее. То есть полис, конечно, находится в точке P. А сейчас это равно нулю. Вот так. И что же можно сказать теперь? Почему мы говорим, что это перенормированная функция? Перенормированная функция. А потому что, на самом деле, если перенормированный массовый оператор, оказывается, что нежели мы выразим вот это вот сигма R уже через физический заряд и физическую массу, физическую массовую оператор, не так. Но вот оказывается, что этот сигма R не содержит никаких, то есть можно снять революциарцию в этом сигма R, то есть устранить эпсел или лягу бесконечности, если мы выразим сигма R через физический заряд и физическую массу. Вот это вот . Поэтому R называет перенормированным массовым оператором. Сьюм région R называется перенормированным массовым оператором, повторяю, потому что можно, оказывается, снять регуляризацию в нем. Ну. На самом деле в одной петле, это очевидно, что в одной петле можно снять регулиризацию. Почему? Потому что, смотрите, смотрите, что мы делаем. Вот сигма само по себе расходилась. Сигма расходилась. Расходилась, причем формально линейная расходимость была бы. Но если, когда мы вычитаем, сделаем вычитание, степень расходимости уменьшится. Вот если вычтем сигма от Т со шляпой минус, возьмем сигма разницу. Сигма от Т со шляпой минус сигма от Т, то уже расходимость будет не линейная, а логарифмическая. Делаем еще одно вычитание, все, никакой расходимости не будет. То есть в одной петле это очевидно, что сигма конечна. Вот эта личная сигма, она конечна. В одной петле. Ну почему-то неясно, как и должно быть. В одной петле, надо сказать, что в одной петле мы пренебрегаем по сравнению с единицей, потому что это все пропорционально альфа. Пропорционально альфа, да? А мы считаем, что расслабливаем сигма как разложение пятого альфа, и поэтому этим членам можно пренебречь. В главном члене в сигма, в главном вкладе в сигма эти множители можно пренебречь и увидеть, что сигма само по себе конечна. Да, в одной петле. В одной петле конечнасть сигма, она не вызывает сомнений, это реально показывается. Что касается, ну и в одной петле сигма, нам не важно через что выражать, через, в одной петле не важно вот эту личину через что выражать. Через M0, или через M параметр, или через M параметр, да? Потому что, ну, одну альфу мы уже выделили, а дальше связка, что линия, это поправки следующего порядка, поправки следующего порядка, да? Но то, что во всех третиках, вот эта вот сигма, оно допускает сняли революризации, то есть, конечно, при обрезании стреляющейся к бесконечности и эксилл, стреляющейся к нулю, это факт нетривиальный, требует доказательства. Да. Так вот, это вот, значит, это перенормировка массы, а вот эта вот константа Z2 называется константой перенормировки волновой функции электрона. Ну, как это? Вернее, не Z2, а корень Z2. Ну, почему это? Понятно, что так, грубо говоря, функция Грина. Что это такое? Это средний по вакууму от Пси на Пси с чертой, да? Пси с чертой на Пси. Ну, то есть, квадратично по волновой функции, да? Если Z2, это константы перенормировки функции Грина, то константы перенормировки волновой функции, это корень Z2. В общем, это и так важно. Вопрос терминологии. Ну, аналогичные процедуры здесь тоже происходят. Можно провести процедуру аналогичным образом, процедуру перехода, процедуру перенормировки. Правда, здесь все гораздо проще, потому что благодаря колебровочной вариантности у нас произошло выделение множителя k квадрат и полюс. Полюс, полюс по k квадрату. Вот он, полюс, да? То есть масса фатона осталась нулю, равная. Колебровочная вариантность обеспечивает то, что у нас окон остался без массового. И, значит, надо только перенормировать волновую функцию или функцию Грина или волновую функцию батона. А как это делается? А это делается так, что мы пишем p от k квадрат равно p от нуля, да? Плюс единица минус p от нуля, единица минус p от нуля умножена на p от k квадрат. Ну, опять, что мы можем сказать, что про p от k квадрат? Конечно, p в нуле зануляется, да? В нуле зануляется, потому что p от нуля мы уже выделили здесь. В нуле зануляется. И тогда этот множитель знаменателем, у нас единица минус p от нуля, и здесь стоит единица минус p от нуля, и здесь стоит единица минус p от нуля. Оно выделится, и если ввести z3 как единица минус p от нуля в минус первой степени, то мы получим здесь z3 делить на единица минус p от k квадрат. Вот так. Такое выражение получаем для перенормированной функции грина фотона. z3 делить. И опять, понятно, что у нас у p, p была раскаление, а раскаление было только логическое. Ежели мы вычтем вот это вот p в одной бетле, то получим конечный вариант p. опять, то r допускает снятие регуляризации. В одной бетле этого тех, конечно, pf. А если пеханировать в обычном порядке, то надо доказывать, что если pf будет выражаться через vd, то мы получим возможность снять регуляризацию. Все. Так происходит еще, происходит, значит, перенормировка функции грина пополна. И теперь вот еще у нас есть еще одна расходящаяся величина. Это есть вершинная функция. Значит, как мы ее... Вот этот вклад... Заряд мы не будем включать в эту вершинную функцию. Вот в этой вершине стоит минус, минус и, гамма, мю. То есть напишем так, что это есть минус и, а здесь напишем гамма, мю. Плюс вклад вот всех этих диаграмм, вклад всех этих диаграмм петлевых. В петлевой вклад обозначим лямда мю от петлевых вкладов, p1, p2. И напишем, что это лямда мю от петлевых вкладов, p2. Я вот эти скобки написал, чтобы я переписывал и рисовал. Что это есть? Вот что это такое. Что это есть? Гамма, мю, лямда от m, m, да? Плюс единица, плюс лямда от m, m. Сейчас я расскажу, что такое лямда от m. Лямда r, мю от p, m, p2. Понятно, что это такое? Чтобы это убрать. Здесь лямда программирована ню от p, m, p2. Где? Что такое? Я обещал сказать. Ага, это вот скобки такие закроем, да? Скобки такие закроем. Внутренние скобки. Что такое лямда? Дело лучше. Что если возьмем лямда ню на массой поверхности? Вообще говоря, лямда ню на массой поверхности. То есть тогда, когда лямда ню от p1, b2, при p1 со шляпой равно m, p1 со шляпой равно m. То есть, мало того, что они на массой поверхности находятся эти икрусти, но еще и у p со шляпой, то есть подразумевается, что это стоит в обкладках между... p со шляпой равно m, это как можно трактовать? p со шляпой можно считать равным m, если p со шляпой действует на спинок, справа или слева. Значит, тогда это лямда ню может быть как вектор. У нас остается только данное ню. И здесь какое-то число, которое обозначает целянка, rg, m. Какое-то число. Ну, конечно, это число, оно, я же формально считаю, оно, это расходящий, оно выражается чуть ли, дается расходящийся интеграл. Ну, если у нас теория регулированная, то это расходимость, это же есть просто логарифель лямда и гумитирская икрутирская икрутирская. Гамма ню на единица плюс лямда, и здесь единица плюс лямда, и единица плюс лямда вынести, и нежели обозначить, получше значит, гамма ню плюс лямда r ню от p1, p2 и на z1 минус 1. Где, по определению, z1 минус 1, это есть единица плюс лямда от m, m. Вот, что такое, z1 минус 1. Как производится перенормировка вершинной функции? Как производится перенормировка вершинной функции? То есть, вершинная функция есть вот это выражение, которое есть конечно при снятии регулирования, допускает снятие регулирования. Умноженный на вот коэффициент, перенормированный коэффициент, z1 минус 1. То, что это допускает снятие регулирования в одной петле, это очевидно. Опять же, при включении, потому что мы берем логарифмический расходящийся интеграл и вычитаем из него значение при определенных диппульсах. Ну, это ясно, что расходимость при этом вылетает в разнице. Вот. А что это? В общем случае, во всех порядках теории его исключений, нужно доказывать, что это лямда допускает снятие регулирования. Это доказательство, вообще-то говоря, неприяльное, да? Вот за это доказательство, член Герсфельма, получили новое исключение, да? А вы это не так похо ли это проделаете на следующей лекции, правда? Похо ли проделались, да? Ну, вот у нас, значит, так перенормируются все величины, которые расходятся в квантовые трибинамики. Ну, дальше. Перемаску мы определили. Перемаску мы определили, что такое М мы определили, что такое Е мы еще не определили. Ну, у нас уже все готово для того, чтобы это меньше, чем такое Е. Почему? Потому что... Давайте теперь перерисуем диаграммы Фельдена в виде скелетных диаграмм. Это такие диаграммы, где все функции Грина... Во все функции Грина мы считаем сначала, товарищи. Включаем все поправки функции Грина, вершины и... Ну, функции Грина электронно-патронно и вершины. То есть, рисуем диаграммы уже не в терминах бордоских пропагаторов, а в терминах полных пропагаторов и в полных вершинах. Ну, и когда мы рисуем диаграмму вот таким образом, то мы видим, что в каждой вершине, когда у нас в каждой вершине что входит? В каждой вершине входит заряд Е0, да? Вот в каждой вершине у нас встречается полный пропагатор электрон, полный пропагатор фотона, полный пропагатор электрона, две штуки и одна вершина, да? В каждой вершине стоит. И заряд в каждой вершине стоит. Стоит заряд Е0, пропагатор фотонный. Правда, пропагатор фотонный, он у нас содержит Z2, да? Но ведь этот фотонный пропагатор соединяет две вершины. Поэтому это Z2 мы должны разделить на два корешка и каждый корешок к одной вершине прицепить. Значит, E0, да? Не на Z2, а Z3. На Z3 в одной второй, да? А теперь электронный пропагатор. Ну, электронный пропагатор тоже соединяет две вершины, конечно, но зато у нас их два. Поэтому здесь будет Z3, здесь будет Z2 в первой степени. И входит еще, от вершины входит Z1-минезосферой. И вот это увеличено, мы ее обозначим E. Вот это увеличено, мы ее обозначим E. И это будет перенормированный наряд. Да? Можно спросить, у нас лябда, это какие-то? От M и N или почему-ли? Ну, это индекс. Нет-нет, у нас большая лябда. Вот это лябда. От M, M. От M, M? Ну, я говорил, что как мы ее определяем? Вы говорите. Вот лябда мю, да? Когда P1 со шляпой равно P2 со шляпой равно M, да? Равную гамму на некое число, которое я обозначил, лябда от M. Ну, то есть, P1 со шляпой равно P2 со шляпой равно M. Да? Понятно. Некое число такое. Вот все. И вот так проводится перенормировка. Теперь утверждение какое-либо, что все физические величины, будучи выражены через этот заряд, именно на массу, где она там, стер ее от массы, да? M. M, лобной 0, плюс сигма, вот M, да? Это определение массы физической. Это определение заряда. Определение констант, тоже сирен давал. Все есть, все определения есть. Вот. И утверждение такое, что ежели мы вырастим все физические величины через этот заряд и через эту базу, то мы можем снять его реализацию. То есть выразить, устремить, Эпсилл нулю или лярную бесконечности. Эпсилл. Отличие размера с пространством длина от 4. А лярка – это недельное импульсинтегрирование. Все. Какое утверждение? Ну, конечно, я его не доказал. В одной петле оно доказано, да? А во всех петлях? Ну, мы не докажем. А так, покажем. На следующем? На следующей лекции, да. Доказательства все-таки требуют некоторой работы. И так, приятно. Ладно. Все? Вопросы есть? Есть. Давайте. А вот сирен, она же не только отмазка будет. Какая? Сигма. Сигма. Смотрите. Сигма. Что такое сигма от m? Мы ввели сигма от b со шляпой, да? А потом сигма от m – это сигма от b со шляпой равно r. Да? Да. Но, кроме этого, сигма зависит. Конечно, зависит. От m0 зависит. От e0. От e0 зависит. Да? Ну, и от параметра регуляризации зависит. Да? Тоже зависит. Да? И как это? Это, конечно, формально это простенько. А как реально? Если мы хотим реально найти, например, выразить. m через m0. Конечно, это можно только по теории возмущения делать. По теории возмущения. В первом порядке теории, вы посмотрите, сигма. Да? В первом порядке теории сигма – это же ряд. Ряд мы можем считать по e0. Ряд по e0. Ряд по e0. Будем пользоваться разложением по e0. Потом используем вот это соотношение. Разложение по e0 можно… Ведь это соотношение что нам даст? Оно нам выразит e через e0. Связь e с e0. Ну, хорошо. Поэтому давайте разложим по e0. Ну, тогда это функция… На самом деле это функция… Я могу так описать, что это функция от e0. Да? Вот. Это функция от e0, от m0. Ну, от параметра регулизации. Значит, как мы делаем? Говорим, что в первом приближении… В нулевом приближении… m равно 0. Да? Да. Говорим, что m равно 0 плюс… Поправка порядка e0 в квадрате. Да? Плюс поправка порядка e0 в квадрате. Ищем эту поправку. Как ищем эту поправку? Здесь пишем… Вот… Это… Да? Разница. А здесь уже можем… Поскольку сигма само по себе задерживает e0 в квадрате. Да? Здесь вот уже можем положить m равным 0. Правильно? Нашли разницу. Поправку нашли в первом порядке b0 в квадрате. Потом пишем… Опять же по теории возмущения… Ищем поправку в следующем порядке и так далее. Это можно только по теории возмущения решить. Иначе никак. Ну а то есть на то, как… e0 в квадрате зависит… Это в ноль. И я просто. Получается. m. Я… Правильно? А ты не… Это п. Оно зависит от… Вот это вот… Вот это вот… Видите? Это сумма по e0 в квадрате в степени m от единицы до бесконечности. Да? Вот это симма. Такая сумма. Это сумма по e0 в квадрате. А каждый член суммы зависит от чего? Это и есть функция от m и m0, да? Мы можем так назвать, что это есть m0 по размерности, да? m и функция от m к 0, да? Все. Мы можем искать отношения m к 0, да? Отношения m к 0, да? Разделим. Тогда… Обозначим… Обозначим… m к 0… Обозначим m к 0… Как обозначим? x, да? И будем искать… Это x, да? Мы получим уравнение на x. Какое уравнение? x, то получим уравнение. Чему? 9, правильно? Вот это член. Плюс… Плюс сумма по n от единицы до бесконечности. Е0 в квадратной степени n, да? И здесь m от x. Вот такое уравнение получается. И решаем ее по теории возмущения что-то… Что-то… В принципе, это не сложно, но… В принципе… А технические сложности… Ну, что для вас технических сложностей? Получается, не заряд этот новый, не масса физическая, они не зависит от энергии. От какой энергии? От какой энергии? Ну, от энергии частиц. Энергии частиц… Энергия частиц… Энергия… Масса… Это… Это религиозный… Это… Инвариантная величина, да? Хорошо, это инвариантная величина, в форме из S. От какого S? Это масса одной частицы. Это масса электрода. От какого S? Мы никакого S здесь и не вводим. Нам в самом начале рассказывали, что он S альфа, она будет... Это другое дело. Это не связано, что с перенормировкой? Связано. Я несколько раз повторял, что в электродинамике перенормировка проводится на массовой поверхности, да? Да. И поэтому, скажем, перенормировка полюционного оператора, или функции Грина, фотона, как происходит? Она... Ну, на массовой поверхности фотона, да? Мы перенормируем функцию Грина таким образом, чтобы полюс ее находиться при k квадрат равном нулю, да? Да. При k равном нулю. И, соответственно, заряд тоже определяем в этой же точке. При k квадрат равном нулю определяем заряд. k квадрат равном нулю, это значит бесконечное расстояние. Виртуальная сторона нулю, бесконечное расстояние. То есть заряд, который мы здесь определили в квадрат равном нулю, это заряд на бесконечных расстояниях. Понимаете? Да. Мы могли его определить по-другому, этот заряд. И он отличаться будет. Если мы его определим по-другому, он будет отличаться от того заряда, который мы определили, да? Да. И вот, ну вот, этот вопрос мы будем обсуждать, да? Но я еще раз повторяю, что мы здесь определенным образом определили, ну что, ввели заряд, сделали перенормировку на массовой поверхности, да? То есть в соответствии с этим заряд у нас, который здесь у нас получился, это заряд на больших расстояниях, на бесконечных расстояниях. Это вот одна сто тридцать седьмая заряд, который мы ввели, или нагреванный заряд, это есть альфа, равно одной сто тридцать седьмой. Да? Сами понимаете, одна сто тридцать седьмая, это заряд на больших расстояниях. Да. Вот. Вот это наш способ перенормировки соответствует, наш способ введения заряда соответствует тому, что мы ввели его на больших расстояниях. Если бы по-другому мы ввели его, мы бы получили другой заряд. А что значит по-другому? Ну могу сразу сказать, что значит по-другому. На самом деле мы увидим, что вот эти вот константы сокращаются вообще, благодаря перекровочной вариантности Z2 и Z1, это одно и то же, да? Z2 и Z1 они равны, поэтому произведение Z1 равно единице. То есть только вот перенормировка функции Грина от фотона входит в заряд, да? В заряд. Перенормировка заряда определяется только Z3. Как мы выделили Z3? Как мы перенормировали функцию Грина от фотона? Мы сказали, что у нас стоит единица делить на k квадрат, а здесь единица минус p от k квадрат, да? И мы сказали, что, сказали, давайте здесь выделим множитель, вот этот множитель выделим. Здесь вообще-то есть, ну как, в принципе, мы провели перенормировку так, что сказали, вот p от k квадрат, p от нуля, плюс там с неким коэффициентом перенормированная величина, да? То есть вычли, перенормированная величина у нас пропорциональна, p от k квадрат, перенормированный проекционный оператор, он здесь p от k квадрат минус p от нуля, да? Но мы могли сказать, что, ага, давайте перенормировку сделаем так, чтобы вычитание сделаем не в нуле, а p от k квадрат минус p от мю квадрат какого-то, да? В точке ню сделаем вычитание, да? У нас изменилась бы константа z2, да? z3 вернее константа, z3. Потому что константа z3 это есть единица минус p у нас сейчас, константа z3 это единица минус p от нуля в минус первой степени, да? А была бы единица минус p от мю квадрат в минус первой степени, да? Другая была бы константа, другая, другой заряд был бы, да? Но, еще раз повторяю, мы делали так, как это исторически сложилось в квантовой электродинамике. Понятно? Понятно. Это науке неизвестно, но, вы понимаете, что если мы решаем по теории возмущения уравнения, то решение, однозначно, понимаете, а что там, ну, а все, что лежит в нервах теории возмущения, мы не знаем. Да? Еще умненькие вопросы. Я еще вам спросил. Посмотрите, вот когда мы переномировки делаем, мы уже по разному переномировки делаем. Если вы посчитаете, все эти поправки, они всегда будут одинаковые, или они от переномировки зависит? Конечно, зависит. Конечно, зависит. Ну, скажем. Понятно. Ну, конечно, зависит. Ну, а как же, вы сами понимаете. Вот у нас есть заряд. Да? Его величина зависит от точки перенормировки. Да? Вот, уважаемый староста, Александр... Я про регуляризацию говорю, не про переномировку, а про регуляризацию. А что? Ну, тогда вы не путайте слова-то. Да. Ну, вот мы берем вот разность регуляризации, правильно? Да. Ну, как-то я не очень понимаю. Если мы берем разные регуляризации, то у нас ответ-то зависит от регуляризации. Ответ для диаграммы явно содержит параметр регуляризации. Или вы о чем говорите? Ну, после сокращения. А для перенормированных величин, если мы делаем перенормировку в одной и той же точке, ну, конечно, он не будет зависит от регуляризации. Потому что мы же... Ведь мы определили перенормированное величин так, что мы все расходимости вычли. Да? Нет, я имею в виду расходимости, понятно, а конечные величины... Ну, а конечные величины, если мы расходимости вычли, то конечные величины, конечно, те же самые. Да, конечно, те же самые. Ежели в одинаковых точках проводим вычитание. Еще вопрос? Посмотрите и прикручение от разных вещей. Ловите себя в miniature по-черочке, так говоримте что так? Одинаковые воли уехали в AAA- is too. Номер� presentation с тем болееcho по-черочкой. Эх, нужна такая вещь вот эта разница самая струк Russрея, в кейс